Автобусом довольны. А как сейчас они выходят на линию? Сколько вам пришлось ждать сейчас автобусы? 4-3 минуты. 4-3 минуты. Замерзнуть не успели? Нет. А насколько удобны маршруты, которые сейчас составлены? Потому что мы сейчас оптимизируем маршруты, стараемся сделать так, чтобы удобно было. Намного лучше стал ходить, чем раньше. Ага. Намного лучше. А то я раньше прихожу и ждал по 20-20 метров, а этот выше от 4 минуты и теплым удобно. Высел? Нет, где-то минуты 3. Ну, может быть, 4 минуты. А мы выстраиваем маршруты. Автобусы нормально, но много что отсюда убрать маршруты. В 87-й маршруты убрали отсюда. Неудобно людям ходить. Мы сейчас настраиваем маршруты. Вы сообщаете, что нужно сделать. Ваши руководятцы, чтобы мы подстроили маршруты. Вы смотрите, как было бы хорошо. Здравствуйте всем. А я следила. Смотрите, пожалуйста. На каждой остановке был бы прописан маршрут автобусов. Ну, как схема. У нас это все было. Нам бы все, наши оппоненты все сорвали. Мы сейчас заказали новый. Буквально с сегодняшнего дня. Все снова восстанавливали. Намредили. Оторвали все эти схемы. 82-й может быть почаще, чтобы ходить. У нас бабушки учат. Ну, знаете, у них проблемы с ногами, со здоровьем. Хорошо. Им хочется до больницы доехать, а в горды подниматься. Им очень сложно. Хорошо. Но бабушкам сейчас удобно сходить. Входите. И садиться удобно. И в тепле. Все хорошо. В том, кто будет. Ну, вот схемы были бы. Потому что я не видела ни одной схемы на остановке. Я не видела никаких схем. Помечать это надо. Это правильно. Это уже все дело. Да, потому что человек вот не подошел бы. Ну, вот я. Я подошел бы, смотрел бы. Ага, маша убит. Вот такой-то, такой-то. Да, такой-то. Потому что... Я живу в Звездово в 12-й год. И сейчас стало великолепным городом. Я живу в городе. Наши деньги ждут в город и обратно. То есть вам стало удобно? Да, мне на работу удобнее. А по центру неудобно. Вообще. В центре города? Да. В центре города. В чем неудобно? Ну, вот, например, на уехать на Кутузово 39. Там налоговое, бизнес-центр, еще там что-то. Ну, пускай даже налоговое, да? Ходит курсировать центральный автобус 50-й. 50-й, да. Да. Он ходит только в одну сторону. А назад, да, вот что встречный. Я тогда ездила, спрашиваю, у кого-то доктора. Я говорю, во встречный есть, чтобы назад поехать? За второй год в больницу. Вот это, что там вообще ничего не есть. Вы не сделаете встречный? Вот это, да. И, я не знаю, раньше центр города вообще на ступом движения было бы в точку, легко очень было уехать. А сейчас... Вы привыкли на маршрутках ездить? Необязательно маршрутках. Следующая остановка, отец. Уважаемые посадки, вас подслужат в ловите транспортного предпринятия. Петербанка, чтобы следовать на маршрутку, номер 806. Сейчас все замечания записываем. Мы же с нами. А? Мы же с нами. Да, да, да. Ладно, не надо меня тогда внимательно давать. Мы в течение следующей недели все подправим. Мы сейчас эту неделю добились того, что у нас дисциплина по графикам, четкий выход. Сегодня вообще все вылетело быстро. Да, все нормально как бы. На автобусе новый, комфортабельный. Все по расписанию ехать замечательно. Ну, единственный минус в линке. Я тут всю жизнь прожил на линке. Невозможно уехать на самочную площадку. Нет, не остановки пересаживать. Надо на работу. У нас людям... Мы сейчас вместе с жителями Новокузнецка и чуть-чуть подкорректируем шартизацию, чтобы она была вам удобной. Но это процесс. На это надо время потратить. Ну и пока вы видите, еще до следующего понедельника все поездки бесплатные за счет ветеранов. Да, это тоже есть. Это как раз такой переходный период. Конечно, есть какие-то широковатости, чтобы их вместе снять. Покатался по маршрутам, поговорил с пассажирами, которые ехали в маршруты. В этих маршрутах как раз именно в час пик утра, когда максимальное количество людей. Потому что это очень важно. Общение с людьми. Все эти реформы, которые мы с вами делаем, мы делаем прежде всего для наших людей. Поэтому обратное мнение для нас очень важно. Еще раз подтверждаю свой вывод. Транспортная реформа в Новокузнецке состоялась. В этом я полностью сожду. Мы реформу делали по и таку. Вначале мы по максимуму отсюда убрали машины, которые перевозили уголь, перевали уголь в городе Новокузнецке. У нас была черная пыль. Потом мы сделали дороги. В таком поединке дорогах мы запустили самые современные автобусы. Они все российского производства. Большая часть газомоторная. Которые на дизеле, они уже евро пять. Поэтому это еще серьезная плавка в автобусе. Но самое главное, они теплые, удобные. Очень удобно. Всего на Губас до конца первого квартала следующего года зайдет почти 1100 новых автобусов. Это реформа на всей территории Казахстана.